всем огромный огромный приветик мои дорогие уважаемые и любимые подписчики очень вас всех рада приветствовать на своем канале меня зовут жанна канал жанна елка приятного просмотра всем большой большой привет я вас всех очень ценю спасибо я наряжаю елочку почти уже нарядила здесь у меня практически все получилось золотое немножко с красным они такие красивые и у меня маловато чисто золотых игрушек я уже нарядила маленькую елку щас . думала что у меня серебряных игрушек много что-то я запамятовала в году-то елку я не наряжала что нога у меня была болела вот гореть елка у меня перестала вот видите эта штука сломалась я надела простую гирлянду сюда а с той стороны хочу немножко ретро игрушек повесить вот она уже висит там еще две по моему елочка это новая игрушка его два банта нашла где-то у меня еще вроде были из одной ленты получается по моему всего четыре бантика я вот купила еще ленту но цвету не подходит красную ленту не нашла но думаю пусть будет так два бантика сбоку может еще где-то один найду так вот три штучки если пролеплю знаю что где-то еще должен быть один игрушки звезда у меня еще мигающая есть это тоже звезда раньше горела у меня вот так вот еще тут стоит игрушки снегурочку буду сейчас стирать приморалась разобрала и по запчищам сейчас топку сделайте вы обалдеете она мне поющая такая снегурочка маленькой несуразные у меня дед мороз и снегурочка потому что мне их подарили мы куда как бы выбрасывать жалко подарить кому-то тоже если нужно было сразу подарить но потом думаю тоже кому-то дарить такое вот непонятное это получается такой большой санто снегурочка поменьше она поющая такая она мне нравится но одна опыт потом дед мороза их пару купить. А этого можешь каким-нибудь ребятишкам просто так отдать играть. Вот такая елка. Сейчас еще во весь рост вам сфотаю. Почти готовая у меня. А так у меня тут в прихожке. Напротив там у меня елочка стоит. Но ее теперь придется перережать в серебристые игрушки. Нашла серебристые игрушки. Но пока еще некогда. С той елочкой почти закончила. Еще бусы надо. Туда придется бусы серебряные репить. Ну, думаю, может разбавит это. Все золотое может сольется. А здесь делать и по деревушке у Оли Фео. Вот у меня были в том году щелкунчики. Потом, значит, вот эта балеринка. Я вот так ее поставила на прислание оси. Вот я елочек набрала в Галамарте, вам говорила. И вот еще один домик не могу найти. Где-то у меня есть Олень. Олечка что-то вам не присылала. С посылки с Оли Фео. Ну и вот этого сюда посадила. Потому что где-то еще что-то есть деревянное. Ну, не знаю. Не могу найти. Еще где-то покрашенные есть. В общем, все тут у меня в поисках пока что. Ну, пока вот так вот тут вот нарядила. На входе у меня такая стоит, штучка у Оли. Такой сделан фальш-камин. А это у меня в стенке. Прям было в прошлых хозяев. И я здесь вот у меня встала. Стояли птички всякие. Тех кругляшки они оставили. А теперь вот у меня на входе такая деревянная елочка. У меня получается не деревушка, а елочная какая-то. Ну, вообще-то, в принципе, ну, елок больше всего. Да, 6 штук. Ну, как-то так все равно. Мне нравится. Девочки, кто из Хакаси, смотрите, как красиво в этом году нарядили парк. Ну, и остальные люди тоже, посмотрите. Я не помню, те года наряжали или нет. Может, просто я здесь не была, не обращала внимания. Просто в прошлом году я как бы уже с ногой была. И поэтому не было не до этого. А вечером я вчера ехала, так было красиво. Все это так нигает в темноте красиво. Вот этот тоннель там в далеке такой красивый получается. Сейчас я вам приближу. Там дворники скребут, бочу. В общем, надо как-то еще вечером поснимать. Вот такой зимний парк. Убираются, потому что здесь ребятишки даже катаются. Жанна, как всегда, вас немножко закружила. Ну, ничего, закружитесь немножко, мои дорогие. Вот такая вот у нас тут зимняя красота. Не понравилось мне запекать. Это быстренько. Ну, думаю, тоже скоро надоест. Потом что-нибудь другое придумаю. Котлетки надоели. Я сегодня, как обещала, добавила лучка. Видите, вот серединки еще. И сейчас вот немножко это запекется и буду опять обжаривать. И еще хочу добавить перчика. Поэкспериментировать. Я же люблю экспериментировать, знаете. Так, мои дорогие, меню дня уже это не назовешь. Ну, хотя бы просто будет теперь рубрика, типа, что я готовлю. Потому что сейчас что-то поменьше стало кушать. Ну, и хотя похудение никак не... Ну, я не стремлюсь похудеть, мне как бы не набрать. Ну, если похудеется, почему бы и нет. Я обычно, когда специально не худею, у меня немножко получается. Тут что-то как-то проблемы на работе были, со здоровьем небольшие. И я, короче, поменьше постаралась. Ну, сладкое, конечно, перестала практически есть. Конфеты, конечно же, трескаю. За обе щеки. А вот пироженки такие вот, которые там всякие тарталетки с кремом, которые я обожала. Сейчас стараюсь не брать. Максимум баранки там. Могу помакать там в варенье или в чё-то там. Ну, иногда бывает. День рождения вот было два тарта на работе, съели один дома. И дочь вот опять на выходных приезжала. Опять тортик маленький покупала. Ну, он небольшой. Мы как бы все съели. Там она приезжала с подружкой, с её ребёнком. Поэтому вот голени замариновала. Не забывайте про мой лайфхак, что я вот эти шкурки сюда просто скатываю. Во-первых, резать не надо мучиться. И тогда ноги не так высыхают, эти голени. А то вот это место сильно пересыхает. Я люблю немножко подзажаренное. Конечно, если бы я варила, просто грудку кушала или просто хотя бы вот эти ножки, просто бы варёные их кушала, конечно, было бы оно вкуснее. Ну, я так совсем не могу есть. Ой, вернее, было бы не так вредно. Но это всё равно более-менее запекаю, как бы не в жиру. Я вообще даже не смазываю ни капелькой жира. И маринад у меня без майонеза. Либо йогурт, либо соевый соус чуть-чуть, либо там сметана, тоже капелька там обезжиренная. Горчица вот эта, видите, зерновая. Приправки и тоже смазываю. У меня оставалось немножко шампанского с днём рождения. Что-то как-то сильно не захотели выпивать. И я туда налила, тоже маринад сделала. Говорят, на вине прикольно, вкусно. Как-то я на пиве делала, там же газы. Ну, посмотрим, будет какой-то эффект или нет. Постараюсь здесь снять в готовом виде. Кушайте вкусно! Такая красотишка, вкуснишка у нас получилась. Вот, видите, зажарилась, зарумянилась. Ну, и там, любителям не сильно жареного получится немножко. Сверху жареное, а остальное внутри будет не сильно жареное. Кушайте вкусную курочку с картошкой. Ну, и меню дня, мои дорогие. У нас немножко, видите, отсечивает солнышко. У меня сразу на кухне видно. Варила борщик. Давно не показывала меню дня. В основном курочку запекаю. Но иногда борщик варю. Блин, не могу мало варить. Осталось опять много. Придется отдавать собачкам замораживать. Говорят, можно заморозить, но я не люблю, не свежий суп. Вот съем 2-3 тарелочки. И всё, больше не хочу. Сегодня специальную бульонету наворотила. Что жалко остальное выбрасывать. Но я не выбрасываю. Собачкам отдаю, замораживаю. На комнате потом забирают. Когда брат, когда Лена, подруги возят сметанку. И вот хлебушек остаётся. Бывает частенько я ему подсушиваю. И сухарики люблю. Перчика насыпала. Кушайте супчики. Иногда полезно. Не забывайте про мыло. Фак, свеклу я варю силиконтом или на кусочки. Потом я режу. Не надо тереть. Мучиться. Очень удобно. Огромный выбор посуды, как всегда. В фикс прайсе. Вот эти блюда для запекания. Вернее формы. Но они не для запекания. А просто в них что-то складывать. Имейте ввиду. Квадратные уже показывала. Привезли скалки нам наконец-то. Ну что-то такая она огромная. Думаю, что не стоит её брать. Если кому-то надо, обратите внимание. Там снимаются кольца. И можно делать разную раскатку теста. Но мне кажется, это какая-то ерунда. Можно сделать и самим. Напишите, кто купил. Всевозможные контейнеры. Всевозможные разные баночки. Чашечки. В ассортименте присутствуют формы для запекания. Вот такие, смотрите, интересные. Мне привезли чашки несколько сортов. Вот так сейчас для Нового года. У кого нету, удобно. У меня всякая эта ерунда есть. Всякие вообще чистки. Вот такие новые опять щипчики привезли. Но вот были силиконовые. Мне показалось, они намного лучше. Вот такие большие контейнера. Я вам говорила, что есть для холодильника. Я вот не купила. Я купила маленькие. Всевозможные ковшечки. Вот такие термоса интересные. Сто девяносто девять. Не знаю, как по качеству. Но так, в принципе, цена и недорого, и недешево. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok